Красная стрела – поезд номер 001А-002А, который является одним из самых комфортных и скоростных средств передвижения по России. Состав каждую ночь курсирует по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Днем рождения настоящего символа железной дороги считается 10 июня 1931 года. С тех пор этот уникальный поезд продолжал держать высокие позиции, а также отличался замечательным сервисом. Красная стрела – это живая легенда РДЖ. Темно-красные вагоны не всегда были такими, в начале своего существования «красная стрела» отличалась с синими оттенками. Ребрендинг произошел только в 1962 году, когда кардинальных изменений претерпела цветовая палитра. Первый фирменный поезд в СССР разнился от остальных тем, что имел в составе вагон класса СВ. На данный момент «красная стрела» остается одним из немногих средств передвижения по железной дороге, сохранивших уникальное название и цвета. Фирменный поезд курсирует ежедневно на протяжении круглого года. Два состава едут под тягой электровоза ЭП-20. Нумерация вагонов всегда одинаковая. При следовании из Питера первый вагон расположен около головы электропоезда, а при курсировании из столицы Российской Федерации – наоборот. Важной особенностью поезда является тот факт, что при его отправлении из Санкт-Петербурга играет песня «Гимн великому городу», а при отъезде из Москвы транслируется музыкальная композиция Олега Газманова «Москва». Поезд «Вятка» железнодорожный состав отличается высоким качеством сервиса. Самый старый фирменный поезд порадует пассажиров обновленными вагонами, в каждом из которых установлены стеклопакеты. Выспаться и отдохнуть в дороге получится на лучшем постельном белье из хлопка и льна. Этот фактор является очень важным, так как рейс курсирует в ночное время. Важно, претендовать на полный комплект услуг может каждый пассажир, также в цену билетов включено утреннее питание. В купе расположены розетки, мощность которых оценивается в 220 вольт. Комфортную температуру воздуха проводники поддерживают при помощи индивидуальной системы кондиционирования. Сервис немного отличается в зависимости от типа вагона. Мужчины и женщины, путешествующие в купе эконом-класса, могут рассчитывать на получение стандартного набора ЖД принадлежностей. Также бесплатно предоставляются тапочки и салфетки. Над каждым местом расположены лампы индивидуального освещения. Путешествующие в СВ вагоне «Красной стрелы» не получают постельное белье отдельно, так как спальное место будет заранее подготовлено. Также в стандартном комплекте доступен уникальный дорожный набор, горячее питание и напиток. Любой желающий может дополнительно купить ряд товаров, газету, еду, чай или кофе. Особое отличие имеет люкс VIP вагон первого класса. В состав включено всего четыре подобных двухместных купе, внутри которых путешественник найдет душевую кабину, биотуалет, пол с подогревом, набор салфеток и других средств гигиены, телевизор с проигрывателем, кнопку вызова проводника, диван, раскладывающийся в большую кровать, собственный барон. Состав отличается высоким уровнем уюта. Окна закрывают шторки и жалюзи. Также особую атмосферу создают чистые красные дорожки, что расположены в каждом купе и коридорах. В стоимость билета включен завтрак, его можно выбрать из нескольких позиций меню. Оплатить некоторые дополнительные товары реально не только наличкой, но и при помощи банковской карты. Перед отправлением состава к пассажирам по радиосвязи обращается начальник поезда. В конце вагона есть два туалета, на экране электронного табло видно, свободны ли они. Обратите внимание, в поезде круглосуточно работает вагон-ресторан высшего класса. Любую позицию из проработанного и разнообразного меню подадут прямо в купе. В поезде «Красная стрела» есть четыре различных типа вагонов, купе, с одного по шесть вагон, вагон-ресторан, 41, люкс, СВ, 715, VIP-вагон, 16. Фирменный поезд в купе эконом-класса есть всего 32 места, в люксе бизнес-класса поедут 16 пассажиров, а в VIP-вагоне только 8 людей. Также при приобретении проездного документа есть шанс выбрать место по половому признаку. Важно, покупать билеты в VIP-вагон можно только по два экземпляра. Поезд «Северная Пальмира» скорый поезд ежедневно отправляется из железнодорожного вокзала Санкт-Петербург главный в 23 часа 55 минут по московскому времени. Точное время прибытия рейса в Москву – 7 часов 56 минут. Общее время в пути занимает ровно 8 часов. Официальное расписание на этот маршрут не меняется уже на протяжении многих лет. В обратном направлении «Красная Стрела» начинает свой путь со станции «Москва-Пассажирская-Октябрьская» и находится в дороге аналогичное время. Этот же Д-состав едет по маршруту без промежуточных остановок. Пассажиры могут приобрести билет любым удобным способом. Сделать это реально не только на вокзалах, но и при помощи интернета всего за несколько кликов. Пассажиру нужно выбрать один из доступных методов. Важно, лучше бронировать проездной документ заранее, так как от этого зависит цена проезда. Ниже приведено описание популярнейших решений задачи покупки билетов. Касса на железнодорожном вокзале. Этот метод является самым старым и проверенным. Здесь билеты реализуются по оригинальной стоимости, для этого достаточно обратиться в кассу. Минус подобного способа клиенту РЖД придется специально ехать на вокзал. Также путешественник обязан четко указать кассиру точный день запланированной поездки. Касса, расположенная в городе. Железнодорожные билеты на поезд реально купить в кассах, которые находятся в центральных районах больших городов России. Посадочный документ на поезд «Красная стрела» реализуется в Санкт-Петербурге и Москве. Потенциальных покупателей может оттолкнуть комиссия, которая состоит из пары сотен рублей. При помощи мобильного приложения. Этот способ подойдет путешественникам, установившим специальное мобильное приложение на смартфон. Программа поможет просматривать наличие билетов в любой удобный момент, а также ознакомиться с расположением пустых мест. Стоимость проезда при выборе подобного метода оплаты может немного отличаться. Клиенту придется заплатить небольшую комиссию. Официальный сайт РЖД. Купить билет на поезд, курсирующий по железным дорогам России, даже на электричку или другой пригородный электропоезд, реально за несколько секунд. Для этого следует зайти на официальный сайт РЖД, чтобы выбрать маршрут и дату поездки. Клиенту рекомендовано отыскать поезд «Красная стрела», чтобы забронировать свободное место на нужное число. Дополнительной комиссии платить не нужно. Приобрести проездной документ на легендарную «Красную стрелу» очень просто. Путешественники могут выбрать любой доступный способ покупки билетов. Все желающие преодолеют за 8 часов расстояние между Санкт-Петербургом и Москвой. Поездка будет очень комфортной и быстрой.